Часто задают вопрос, откуда вы берете свои сюжеты, темы, истории, вот такие случаи, жизнь или придумываете сами. Я вам должен сказать, что вот на мой взгляд, жизнь удивительно парадоксальна. Порой то, что случается в жизни, невозможно описать, ну даже в юмористическом рассказе. Чтобы не быть неголословным, я вам просто приведу несколько примеров. Работая журналистом, мне надо было переехать из одного в город в другой на поезде, и у меня был билет во второй вагон. Это я все, так сказать, предысторию рассказываю. Я пришел на перрон, подошел к поезду, а первых трех вагонов в составе нет. И человек 90 с провожающими, детьми, с вещами, ходят, ищут эти три вагона, и нигде его не могут найти эти три вагона. И главное, нигде не могут найти бригадира поезда. Я пришел к начальнику вокзала и гневно, думая, что я имею на это право, спрашиваю начальника вокзала, где бригадир поезда? Он мне отвечает, в первых трех вагонах. С этого все началось. Я, история там продолжалась, я не буду ее всю рассказывать, но я написал об этой истории филетон, филетон напечатали, и тут я встречаю одного знакомого, который прочел этот филетон, он мне говорит, это все ерунда по сравнению с тем, что произошло со мной. И тоже в подобной ситуации. И он рассказывает мне, как в одном городе к составу пассажирскому подсоединили два девятых вагона случайно. Ну, конечно, абсурд полный. Ведь представьте себя на месте тех людей, у которых билеты в девятый вагон. Ну, во-первых, все люди нормальные и умеют считать до девяти. Поэтому они точно знают, девятый вагон это тот, который сразу после восьмого. А не тот, который перед десятым. Поэтому все, естественно, дружно сели в первый девятый вагон. И поезд поехал. Очень удивленная проводница второго девятого вагона, в которой не сел ни один человек. Пошла к бригадиру поезда в первый вагон и говорит, мой вагон пустой. Тот говорит, какой девятый? И он рассердился и говорит, опять что-то напутали, как всегда в кассах, и дал радиограмму на следующую станцию продать билеты в девятый вагон. Все, кто получили билеты в девятый вагон на следующую станцию, тоже были людьми нормальными. Тоже умели считать до девяти и тоже понимали, что девятый тот, что после восьмого сразу. Поэтому, естественно, дружно побежали в первый девятый вагон. Проводница первого девятого вагона, у которой все давно попили чаю, легли спать в ужасе. Говорит, товарищи, вы что, у меня вообще нет ни одного свободного места? Это какая-то ошибка. Бегите скорее к бригадиру поезда, причем бегите скорее, потому что он в первом вагоне, а вам еще бежать, а поезд стоит всего три минуты. Те наперегонки бегут с вещами, провожающими детьми к первому вагону, и встречает очень удивленный бригадир поезда и спрашивает, товарищи, вы откуда в таком количестве? Они говорят, мы из девятого вагона, там все двойники. Бригадир понимает, что он чего-то не понимает. Но чего он не понимает, он еще не понимает. Поэтому он действительно быстро расселяет их по свободным местам в первых вагонах, поскольку поезд стоит всего три минуты, и дает отправление поезду. И поезд едет. В это время проводница второго, девятого вагона приходит к нему и говорит, мой вагон пустой. Бригадир начинает медленно сходить с ума. И не веря ей идет, но видит, что действительно девятый вагон пустой. И он тогда начинает считать вагоны и высчитывает, действительно выясняет, что вот такая произошла ошибка, подсединили два девятых вагона. И тогда он, естественно, решает исправить эту ошибку, возвращается в свой купе и дает радиограмму на следующую станцию отцепить девятый вагон. Дело было ночью. Те, кто отцепляли, тоже были людьми нормальными. И тоже умели считать до девяти. Поэтому они отцепили девятый, первый, девятый вагон с мирно спящими людьми и отвезли его на запасной путь. После чего доложили бригадиру поезда. Бригадир поезда, наконец, облегченно вздохнул и дал отправление поезду. И поезд поехал. В это время проводница второго девятого вагона пришла к нему и говорит, мой вагон пустой. Я не знаю, попал ли в сумасшедший дом бригадира этого поезда после этого рейса. Только мне эту историю рассказал человек, который ехал в первом девятом вагоне. Поздно ночью он вышел покурить. Покурил называется. Курил, 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 курил. Думает, что-то мы долго стоим. Опять закурил. Курил, 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 курил. Наконец, не выдержал, вывел в окошко, а ни спереди, ни сзади вагонов нет. Голая степь, луна и запасной путь. Когда он мне это рассказывал, я так смеялся. Особенно, когда он мне рассказывал, как он всех будил. Они, в чем мать родила, выскатели пытались сообразить, где они находятся. Я так смеялся, что он обиделся на меня. И сказал, вы зря смеетесь. В этом, между прочим, нет ничего смешного. Между прочим, мы все в этом вагоне ехали по туристической путевке в Венгрию. Я однажды попал в неудобную ситуацию, потому что американцы считают себя пупом земли. Все, что они делают, правильно. Остальные их они не признают. Объяснить им ничего нельзя, что существуют другие обычаи, другие традиции, культура. Однажды мне позвонил друг из Нью-Йорка, говорит, пожалуйста, привези мне пару веничков для бани. Тут здесь сауны, и я не могу, мне надоели сауны, и я выстроил у себя рядом с загородным домом русскую баню. Привези пару веничков, попаримся. Я летел на два дня, думаю, ну что, у меня одни документы в дипломатии. Положил-ка я еще два веничка, положил и полетел. Значит, не понимая, что ждет меня впереди. Первый казус на нашей границе произошел. Наш пограничник, наш таможник оказался таким неинтеллигентным, меня не знает. Я ему и так, и так показываю лицо. Нет, ни в какую. Он говорит, у вас еще вещи есть, спрашиваешь меня. Нет, человек, вылетающий с одним дипломатом из России, вызывает подозрения. Он говорит, а наркотики есть? Я говорю, сейчас я вам скажу, что у меня есть наркотики. Почему вы со мной так разговариваете? Я говорю, вам когда-нибудь кто-нибудь говорил, что у него есть наркотики? Нет. Я говорю, что спрашивать, да? Ох, он разозрелся и говорит, откройте дипломат. Я открыл. Там два веника. Он задал самый глупый вопрос, который я в жизни слышал. Он меня спросил, что это такое? На что получил не менее умный ответ. Я ему ответил, это два веника. Он не поверил, позвал таможенного офицера, они вдвоем при мне обсуждали, отрывать им листочки или не отрывать листочки. Офицер оказался человеком интеллигентным, меня признал, говорит, о, я вас узнал, это вы для юмора, пролетайте. А потом догнал меня и сказал фразу, смысл глубинный, который я понял только, когда прилетел в Америку. Он так подозвал меня и говорит, желаю счастья на американской границе. Такой, знаете, с улыбочкой крысы шушеры такой. Да, я этот смысл понял только, когда прилетел в Америку и когда увидел, как американцы наших трясут. Американцы стали досматривать наших очень тщательно. Они наших ненавидят. Ну, во-первых, наши летят в 8 часов. Вы представляете, каким пьяными они прилетают вообще? А они вообще не понимают, куда они прилетели. У них только, только у наших вот галстук, он собачьим ухом, вот здесь вот. И вот эта половинка узенькая, она вот тут вот влезет. И пупок между двумя пуговицами. И живот за 8 часов, как рюкзак альпиниста надулся, сиденье в одном месте. И галстук параллельно с землей на животе. Конечно, американцы наших трясут. И тут я со своими вениками. Я уже пунцовый подошел к таможеннику. Тот на меня смотрит внимательно, говорит, еще вещи есть? Я говорю, нет. Человек, прилетающий с одним дипломатом, вызывает двойное подозрение в Америке. Из России. Он мне говорит, наркотики есть? Ну, опять все. Я говорю, нет, 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 я не шучу. Здесь с ними шутить опасно. Он говорит, откройте. Он смотрел дольше нашего. Знаете почему? Потому что наш это хотя бы видел когда-нибудь. Он задал тот же вопрос. Что это такое? Он так искренне по-детски мог. Что это такое? Он никогда такого не видел. И золото, и наркотики, и все видел. Но это он никогда не видел. И я понял, что я не знаю, как ему ответить. Я не настолько хорошо знаю английский. Это раз. А во-вторых, наш язык образный. Ответить ему, это два веника, перевести дозловно. А веник это то, чем подметают. Я что такой чистюля со своими вениками подлетаю? У американцев ведь называется все очень точное. По функциям. Веник значит подметать. У нее не сойдется здесь. Он меня не пропустит. Он в шизиловку меня отведет, если я со своими вениками прилетел. Я одно знаю, американцу надо отвечать так, чтобы у него сошлось то, что он слышит, с тем, что он видит. Я ему говорю, это два куста. У него не то, что не сошлось. У него вообще файлы разъехали. Он говорит, два куста для чего? А я же честный. Я говорю, для бани. У него директории смешались. Он говорит, два куста для бани? И начинает искать ответ в компьютере. Ничего не нашел там. Один ответ выудил. Гениальный. Он говорит, очередь ко мне больше не занимайте. Я понял, что я попал надолго. И он меня пытает. Значит, два куста для бани. Юный мичуренец прилетел с кустами в бани высаживаю. Я говорю, угу. Он говорит, зачем? Я говорю, бить себя. Раздеваться и бить. У него вообще компьютера пух. Вирус попал туда. Он говорит, бить себя в бане? Вы мазохист? Я говорю, нет. Нет, у нас вся страна так делает. Он говорит, у вас вся страна мазохисты? Я говорю, нет. Я привез другу. Понимаете? Он разденется, и я его в бане. Он говорит, понятно. Он мазохист, вы садист, значит, в этой ситуации. Позвонили моему приятелю и спрашивали, что привез ваш друг. Он говорит, два куста для бани. Все. У них сошлось. Они меня пропустили. У них главное, чтобы сошлось. Обязательно. Я уже много рассказывал о том, как Новый Русский покупают. Но последний меня порадовал. Я испытал опять гордость за нашу Родину. Я думаю, вы сейчас испытаете. Наш Новый Русский зашел в супермаркет в Англии. И увидел, что за полчаса до отлета все, на все семьи он просто не выберет здесь. И он так стоит, обомлял. И вдруг продавщица катит тележку. На ней висят мужские, женские костюмы, белье, посуда, туфли. Она должна развести под делом. Вот. Сейчас, 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 сейчас. Фразу прочувствуйте. И вас тоже охватит чувство гордости за наших. Готовы? Он ей говорит. Кати в кассе. Я ей перевел. Мол, пройдите кассе. Она и пошла. Без тележки. Ей жена ум не может прийти, что он попросит это все завернуть сейчас. Вместе с тележкой. Наши двое пришли в Америке выпить. А в Америке не дают ведь бутылкой. Там нельзя заказать бутылкой водку, допустим. Потому что это слишком много. Они пьют маленькими порциями. Называется одна порция. One drink, две порции. Two drinks. От слова two drink выпить. И, то есть, ты дринкнул и жди, пока тебе опять не принесут. Наши пришли. Один бывалый в Америке. Давно живет. А второй приехал из России. Охота выпить нашим. Представляете? Они пройчали мимо мексиканского ресторана и зашли. И говорят, иди сюда, пиццарки. Значит так, слушай. Принеси нам 10 drink. Поняла? И один салат. Та говорит, что, что? Они говорят, 10 drink, один салат. Давай быстро выпить охота. И она отошла, вернулась. Говорит, вы знаете, я не очень хорошо понимаю по-английски. Я недавно из Мексики. Вы не могли бы повторить? Она же говорит, 10 drink, один салат. Она подумала, знаете, какую фразу? Говорит, вот гордость охватывает за наших. Она говорит, вам стулья еще поставить? Еще люди велики. Она же говорит, не томи душу. Вдвоем справимся. Давай быстро вы меня охота. Та принесла 10 drink. Наши хоп-хоп-хоп это дело прожонглировали drink. Говорит, иди сюда. Еще 10 дай. Та говорит, и салат наши. Говорит, а салат этот оставь, не трогай. Та принесла еще 10 drink. Наши опять drink, drink, drink. Иди сюда. Говорит, слушай, очень маленькие у вас drink. Заботу проявить решили. Чтобы мы тебя больше не гоняли, заботливые. Говорит, ты сразу принеси 20, а салат не трогай тебе, сказали. Та принесла 20 drink, отошла и вышел весь состав ресторана, смотря как наше это дело. Дринкают. И вышел хозяин ресторана, пожал нашим руки. Говорит, вы такие клиенты. Замечательный, кстати. Говорит хозяин. Имейте ввиду, у нас каждый четвертый drink в ресторане бесплатный. Ну что вам сказать? Зря он это сказал. Наши говорят, иди сюда. Значит так, повтори все, что мы взяли, и все, что бесплатно, отдельно поставь, пожалуйста. А когда в наших сидело это по полтора литра, наши говорят, нам пора, мы поехали. Хозяин говорит, вы такие клиенты, я хочу, чтобы вы у меня всегда обедали, ужинали, завтракали, и я для вас специально, дабы вы были в целости и невредимости, вызвал лимузин за мой счет, он доставит вас туда вот. Сейчас вас охватит чувство гордости за русских детей. Я предупреждаю вас. Наши говорят, не надо нам лимузином, мы сами за рулем. Весь состав ресторана вышел провожать наших в последний путь. Наши нормально сели, поехали. И наших, эта история-то начинается только. Представляете, с каким чувством гордости вы уйдете из этого зала. И наших останавливает полицейский. Говорит, у вас фара не работает. Отошел метро на три. Знаете, наши с выбитым глазом от ним ездят, даже по Америке. Наш только, чтобы не дыхнуть на полицейского, открывает окошко, чуть-чуть для уха, чистого. И ухом высовывается. И ухом говорит полицейский, мол, все нормально, починим. Но даже из уха. Потянуло так, что полицейский пошел на запах до самого уха и говорит, по-моему, вы выпили наш, говорит, в пределах нормы. Ну, он вроде не обманывает. Он же не говорит, что в пределах своей нормы нам, допустим. Полицейский говорит, нет, не в пределах. Придется пройти тест. Строго, по-американски, по закону. Достает тестилку. Вот это последнее достижение американской науки и техники. Наш повледнел, потому что отказаться нельзя. Заберут. Дать взятку, схлопочешь срок. Хоть небольшой, но схлопочешь. Они же там дураки на дорогах, не знают, что зарабатывать можно. Таким образом. Наш идет на крайнее. Знаете, я правда горжусь нашими. Вы знаете, что только наши в мире умеют дышать носом. Вот так. Я так на маму дышал, когда пьяный из детского сада возвращался. Нашему. Вот. Теперь воздуха в грудь. Вот сейчас настоящая гордость. Более 100% гордость овладеет вами. Американец смотрит на дисплей. Тихо! Тихо! А то гордости не хватит. Смотрит на дисплей, там ответ. Готовы? Труп! Бедный американец даже не знал, что там такое есть. Он потряс тестилкой. У него не связуха. Здесь труп, там разговаривает. Ерунда какая-то. Он говорит, вы не могли бы еще раз? Хоп! Опять труп. Когда наш увидел, что у американца волосы даже в подмышках шевелятся. Наш говорит, а что там у вас такое? Американец говорит, посмотрите. Наш говорит, так у вас прибор испорчен. Да я на вас жаловаться буду. Вы меня оскорбляете. Я что, труп что ли? Американец растерялся. И отпустил нашего. Так нашего еще один остановил через какое-то время. Наш говорит, Давай ты стилку. А-а-а! Что есть в моче? И сам спрашивает, у тебя труп там? Он говорит, откуда вы знаете? Наш говорит, у вас все приборы испорчены. Я буду жаловаться в муниципалитет на вас. Уже один меня оскорбил, у него тоже труп был я. Тот не поверил, связался с предыдущим. Спрашивает, слышите, труп останавливал вообще? Нет. За нанесенный моральный ущерб наших под конвоем проводили до дома. У меня двое знакомых пошли за грибами. Естественно, напились. Ну, они же за грибами пошли. Это же вы понимаете. Знаете, как наши на охоту ходят? Говорят, бутерброды возьмем? Да, выпить возьмем. Девчонок на охоту будем брать? Конечно. Он говорит, оружие. Да, оружие не надо. Зачем нам оружие на охоту? И эти сидят, выпивают на охоте. Вдруг из леса выходит лось. А наш ведь вот, чтобы подумать, нет. Он сразу чувствами живет. Он бутылкой хлобысь и в лося. Он думал, что лось побежит. Лось побежал, но на него. Наш сразу раз и в лес. Второй ничего не понимает. Поворачивается. Я не могу. Я обожаю вас за ваш смех. Вот, тихо, минутку. Вот, задержите дыхание. Вы, кстати, бьетесь головой об сцену. Вы знаете, да? Сейчас положите руку. Второй поворачивается, бежит. Лось готова? Он бегает от лосей и кричит. Это не я в тебя бутылкой запустил. И еще замечательная история, как я помогал одному нашему купить дом в Сан-Франциско. Совершенный Евдокимовский герой. Такой красное лицо. Он такой, да, знаете, такой с рюкзачком. Он приехал в дом покупать с рюкзачком. Понимаете? Если хоть один негр знал, что в рюкзачке. Ну, негру на ум же это не придет. Ломоносов приехал вот этот с рюкзачком. Рядом двое грязных детей. Он их по головам бьет. Говорит, мол, чак, я дом покупаю в Сан-Франциско. И жена с золотым ртом. Вот этот вот, знаете, вся таблица Менделеева во рту. Жуткая картина. Это улыбается. Это их по головам бьет. Это с рюкзачком дом в Сан-Франциско покупает. Вся семейка такая, да? Маклер ушел с работы после этого, между прочим, американский. Он понял, что он ничего в психологии покупателей не понимает. Потому что когда он показал дом за 200 тысяч долларов, наш как дофу по фасаду, говорит, нет хлебки. Во-первых, Маклер никогда не видел, чтобы так дома выбирали. Знаете? Бум! Замоделировал землетрясение по Сан-Франциско. Ну, по-своему. Научный подход чистый, экспериментатор большой. И говорит, нормальный дом, покажи, молча, я дом в Сан-Франциско покупаю. И Маклер показал ему дом за миллион долларов. Это при мне было. Миллион долларов. Вы понимаете, что это за сумма? Ну, он же не знает, что в рюкзачке. Нашему говорит, нормально, это я возьму, слышишь? Он говорит, поди сюда. И Маклер любой в этот момент думает, что будут торговаться. Ведь американцы скажут, давай 800 тысяч долларов, и всю жизнь я буду выплачивать, и еще внуки мои будут выплачивать. Я говорю, да сейчас дам тебе 2 доллара, там, или 3, да? Это американцы. И тот настраивался на торговлю. Наш, почесав тыковку. А у наших только есть слово тыковка, между прочим. Тыковка и смекалка. Это где-то рядом находятся. Вот, видимо, смекалка под тыковкой у русского человека. Заметили? Почесал тыковку, сработала смекалка. Это только у нашего человека. Он почесал тыковку, говорит, а эти вот, которые здесь живут, они долго еще жить будут? Маклер не готов был к такому, к такой постановке вопроса. Он говорит, я сейчас узнаю. Вернулся от хозяева, говорит, просили 4 месяца. Наш снова почитал тыковку, и сказал фразу, после которой Маклер ушел с работы. Безусловно. Потому что он понял, что он все прозевал, что можно на смене. Потому что наш ему сказал, вот тут тоже какая гордость вас сейчас охватит за наших. Он ему говорит, слышь, я тебе сейчас дам полтора миллиона, и чтоб завтра их не было. Человек решил построить пристройку к своему дому. Он мне потом об этом написал. Из кирпичей. Но русскому человеку не придет на ум купить кирпичи. Это вы понимаете. Только наворовать. Это естественно. А все, обшастал всю округу. Нашел кирпичи. Неприходно. На шестом этаже недостроенного дома. И решил сгонять туда-обратно. Раз 170. Изучил ситуацию. Рабочие поднимали кирпичи наверх бочкой. Тоже непереводимое на другие языки устройство. Бочка была привязана к тросу. Трос пропущен через блок. И уходя. После конца рабочего дня. В конце конца рабочего дня. Рабочие привязали конец троса внизу. А бочку оставили наверху. Чтобы не украли. Им на ум не могло прийти, что дальше произойдет. Первая фраза в письме. Повергла меня в гомерический хохот. Первое слово. Смеркалась. Поэт. Ну, писатель. Тургенев. Записки охотника за кирпичами. Это все. Представили себе, да? Смеркалась, да? Готово? Он забрался на шестой этаж и нагрузил бочку. Так уж по самое не балуйся. Вот чтобы меньше не 170, а 110 раз гонять туда обратно. Короче, не подумал, что есть законы физики. Перегрузил. Я это называю неправильное планирование. Спусился вниз. Смеркалась. Привязал трос к руке. И отвязал конец троса. Поскольку бочка была тяжелее его. Смеркалась, не смеркалась. А он начал возноситься. А что ха-ха? Красота, закат. Вот над елками взмыл. Видимо, любой с закатом он не заметил, как пролетая мимо третьего этажа, он встретился с бочкой. А куда он, бедолага, денется от нее? А он вообще физики не знает. Они же по одной вертикали летают. Наконец он ему пишет, что он увернулся от этой бочки. Подлетая к блоку, думал, все, конец. Перекрестился левой рукой свободный. Думал, переломает все кости. Он, видимо, совсем не знает законы физики, но на его счастье законы физики есть. Бочка в это время ударилась об землю. От удара дно и кирпичи вылетели. И он, смеркалось, помните, с той же скоростью полетел вниз. Знаете, кто как вечер проводит? Вот согласитесь, кто на концерт ходит, кто в филармонию. Этот разборки с кирпичами устроил. Пролетая мимо третьего этажа, он во второй раз встретился с бочкой. Та отшибла ему и нижнюю часть туловища. Наконец он упал на кирпичи, на свои. Все, приватизировал. Можно строить, но как-то нечем уже. Дальше пишет следующее. Я не знаю, сколько я провалялся без сознания, он написал. Следующая фраза. Ну, у меня уже сил не было смеяться. Уже, когда очнулся, не смеркалось. Ну, поэт, он пишет, взошла луна. Он еще луной любуется. Ну, вы подумайте. Только наш может, вот в этом, на кирпичах луна взошла. И дальше вам надо воздуха в грудь набрать, потому что чем-то придется выдыхать. Дальше он пишет следующее. Первое, о чем я подумал, придя в сознание, на кой я привязал трос к руке? И он его отвязал. И на него с диким грохотом посыпались остатки бочки. Вообще наши люди удивительны тем, что они даже после реанимации мне письма пишут. Еще один написал. Вышел из дому. У него в туфлю попал камушек. Он стоит, трясет. Вот так вот. Облокотился на электробудку, электрощиты. Трясет. Шел электрик сзади, пьяный. Сзади, думает. Ой, человека током бьет. Ты подойди и спроси сначала. А на жду всегда к подвигу готов. Взял доску и доской. Хлобыть его и оторвал. Наши чувственные люди. Двое поспорили в пиваре. Кто засунет лампочку за 100 долларов в рот? Вот зачем? От избытка энергии. Один говорит, за сто я засуну, дай что-то дал, а что-то дал, а? Лампочку можно засунуть, правда, высунуть нельзя, она заклинивает. Он стоит, а-а-а-а. Глаза как два цоколя, а-а-а. Второй ему говорит, поехали, я тебя к врачу отвезу, у тебя и деньги есть для врача. Врач такого вообще никогда не видел, чтобы человека можно было в патрон ворачивать. И врач у него спрашивает, у этого, с лампочкой во рту, ты чего дурак лампочку в рот взял? Он у этого спрашивает. Тот говорит, ты а-а-а-а. Врач вынул лампочку, дал ему, говорит, вези домой трофей. Он едет в такси, таксист спрашивает, ты чего как Данка с сердцем в руке с лампочкой? Этот ему говорит, дурак, представляешь, взял лампочку в рот за сто долларов. Таксист мне дал продолжить, говорит, что дурак, и я возьму за сто долларов, дай сюда, а? Люди на перекрестке смотрят, таксист едет. То ли сам себе путь освещает, черт его знает. Бывало, говорит, поехали, я врача знаю, который лампочки вынимать умеет. Врач такого не видел никогда, чтобы к нему попали сзади несколько человек с лампочками во рту. Почему это все происходит? А человек стоял на остановке троллейбуса, ждал девушку с цветами. Через 7 минут он оказался в реанимации. Вот ни в Голландии, ни в Бельгии, ни в Германии, ни в Финляндии. Дальше так энергия режиссер вот не расставит все по своим местам. Стоял, ждал девушку с цветами на остановке автобуса. Автобус трогался. В последний момент одному из тех, кто был в автобусе, захотелось в закрывающиеся двери сплюнуть. Ну, естественно, постарался не промахнуться. Потому что, а зачем плевать холостым, на самом деле? В снайперские, попал прямо. Плевок обогнул цветы прямо сюда. Пару человек в троллейбусе хохотнули. Ну, приятно. Человека плевали, они уезжают, двери закрылись. Как-то не очень серый маршрут уже получается. Тому, кто плюнул, маловат, успех показался. Два человека только хохотнули, он еще рожи стал строить оплеванному. Вот на этом бы все и закончилось в другой стране. Но не у нас. Оплеванный был русский мужиком. Он выбросил цветы. Набирает скорость вместе с автобусом. Барабанит в дверь, кричит, я тебя выну на следующей остановке. Весь автобус прильнул к окнам. Ну, интересно, как он побежит до следующей остановки. Через перекрестки, светофоры. Водитель не видел того, что произошло. Он думал, человек опаздывает, раз так в барабане. И открыл дверь. Оплеванный без разговоров. Вскочил, закатал в рог тому, кто плюнул. Пассажиры, ну, довольные. Счастливый маршрут. Вот одного плевали, второму в рог закатали. Но тот, кто в рог получил, был со своим корешем. Они вытолкнули оплеванно, тот копчиком об асфальт. Представляете, как развиваются события, да? Вот драматургия, режиссер энергетика российская. Тот копчиком об асфальт падает, дверь закроется. Мало показалось. Надо было еще его унизить. И тот из автобуса скорчил рожу пострашнее. Очень обидную рожу. И напоследок выставил ее в закрывающиеся двери. Двери закрылись, рожа стала очень обидной. Теперь в воображении своем перенеситесь на место оплеванного туда. Сфантазировали себе эту картинку, да? Он смотрит снизу, да? Подарок судьбы. Рожа-то зафиксирована. Он вскатил. Во второй раз набирает скорость вместе с автобусом. И оттягивается по роже по полной программе. И не заметил, как влетел в стол. Вот это то, что иностранцы сегодня не могут понять. В русских людях энергия. Я двух немцев возил по России. Людьми стали. Через месяц подрались. Влюбились в девчонку Варю. Варя, если бы вы видели, кустодиевская девушка. Две одинаковых части тела. Щуки и бедра у нее. Розовое все это. И она пленила двух немцев, двух этих особей мужского пола, тем, что она готовила суп. Знаете, нигде в мире ведь суп не готовят. Из мозговой, из косточки, с трубным ядом. Это только наше. Вкусно, безумно. А главное, она по утрам открывала пиво в ручальном кольцом. Вот это дело. Ух они в нее втрескались по-нашински. Синяков надавали друг другу. Но они вообще приехали к нам. Они на каждом шагу бизнес приехали делать. И привезли гуманитарную помощь. Но прежде всего удивились, что они привезли меньше, чем съели за пять дней банкетов. В честь этой гуманитарной помощи, кстати. А потом удивление вообще на каждом шагу было. Они все время какие-то чувства испытывали у нас в России. Например, когда мы полетели с ними в Тюмень. А их всех интересует Тюмень, как нефтяной край. В самолете у них было настоящее удивление. Знаете почему? Потому что некоторые люди у нас в самолете летели стоя. Как в трамвае. Стоят люди летят в Тюмень. Они у меня спрашивают, что до Тюмени недалеко? Я говорю, три часа по-нашински нормально. Тут рядом. Они говорят, почему люди стоят летят? Как я им объясню, почему у нас люди летают стоят? Объясните. Водила подбросил. Это ж нигде в мире такого быть не может. Слышь, подбрось до Тюмени. 100 долларов дашь, подброшил, но стоять будешь. Стоит, пьет пиво. Стоит, пьет пиво, капает на немца. А он за немца еще держится в этот момент. Потому что он уже напился, его качает от этого все. Он же на корабле тебя представляет. Капает на немца, немец пытается от него уклониться. Потому что пиджак хороший, немецкий. И вот тут, а рядом такой, ну такой господин из довольно Средней Азии. Он, ну как бы эту пикантную ситуацию вам объяснить. Он, он туфли снял. Я не был на Первой мировой войне. И, ну я думаю, что такой газовой атаки немцы с 14-го года не испытывали, я вам должен сказать. У них глаза послезиться начали, знаете, разъело. А наши нормально, сидят, едят, что-то там. Это, знаете, наши ведь выносливые и безумные. Им совершенно все равно, они привыкли уже. А эти, эти плачут. Этот главный немец, он вынул дезодорант и попрызгал вокруг себя. Вот так вот. Поворот непредсказуемый произошел. Господин из Средней Азии проснулся, толкнул немца и спросил, что воздух изборки. После чего мы прилетели в Тюмень. Нас встречают, 30-ти градусная жара, встречают голодные нефтянники. Все в галстуках. Галстуки у голодных параллельно земле на животе лежат. Вот так вот. И говорят, сегодня в бане подписываем контракт. Ну, объяснить немцам, почему в бане подписывают контракт, тоже весьма трудно, я вам должен сказать. Но до бани было совершенно, совершенно роскошное поселение немцев в гостиницу. Значит, ну, прежде всего, дали этому главному немцу большой номер, трехкомнатный, огромная гостиная. Четыре люстры в четырех углах, как сопла ракет такие нависают. Но нигде нет выключателя. Ну, нет выключателя. Он меня позвал и спрашивает, Майкл, а где у вас обычно в России выключатели? Видите, уже ирония появилась какая-то наша, русская. Вроде как, юмор даже. Я-то опытный человек, я много по стране езжу. Я вообще с фонариком езжу все время. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Я не шутил. Я знаю, что привезут шкаф, стенку, поставят к стене, там выключатели. Заслонят, вызовут человека с лобзиком, он бздынь прорежет и там выключатель. Это почти во всех гостиницах. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Он меня спрашивает, ты что, юморист? Он у меня спрашивает. Я говорю, я-то юморист, но ты посмотри в шкафу. Далее надо показывать, это я не расскажу. Он открывает шкаф, там выключатель. Он так закрыл шкаф и открыл снова. Выключатель там. Ну зато как ему процесс потом нравился этот. Открываешь шкаф, включаешь свет, свет горит, закрываешь шкаф. Свет горит. Он говорит, я у себя дома сделаю точно так же. Потом они замечательно пошли в буфет, говорит, кефир дадите. Она ему говорит, сдайте пустую посуду. Они говорят, мы из Германии. Она говорит, надо было взять с собой. Все, ничего. Они говорят, мы отродясь не видели таких бутылок в форме снаряда Катюши. Чтобы мы... А еще у другого немца, вот замечательно. Была, не было раковины. Кран был, а раковины не было. А из водопровода прямо в дырку течет. Вот сюда вот. Точно, точно. Ну унес кто-то раковину. Вынес. Уехал вместе с раковиной. А зато, знаете, он садится на пол с утра и такой бодренький весь день. Он как помоется этим. А душ во многих гостиницах то ли экономит на шлангах, но душ у него был сделан вот на этом уровне. Вмурован в стену. Ну пупок видно мыть надо командированным. Я правда не знаю зачем, но вот вмурован вот сюда. Он ходил, ходил. А ему... Он потом подходит и говорит, а как мне всему помыться? А ему консьержка говорит, поверните душ и пускай на вас капает сверху. Вот таким образом. И сильней струю сделайте. Видите, он развиваться начал уже. Но потом была баня. Заходим мы в баню. Там баня. Там что-то кто-то делает сзади что-ли. А, вот вы сразу хоп и присмирели так. Вот как действует камера на всех? Отвлекитесь. Потом была баня. Мы заходим с ними в баню. Стоят накрытые столы. Они меня спрашивают, это баня? Я говорю, это баня. Они говорят, а почему столы накрыты? Как я им объясню, почему накрыты столы? Немцу, если сказать, они же слабаки, они не могут в бане есть, пить. Если немец пойдет в сауну, ему сказать, что можно пойти в сауну с бутылкой водки, у него будет кровоизлияние в нос сразу. Он сначала умрет, потом его инфаркт хватит после этого. Они же в банях моются, вы знаете. Вот такие примитивные. Да, они моются в банях. Причем градусы, там 90. От силы они потеют. Сто градусов, какой там, это русская душа, чтобы с крапивой веник не пробирает иначе. Бутылочку коньяка с пивом внутрь. Вот тогда пот пошел. А немцы, они слабаки. Я вам скажу, и американцы слабаки, по сравнению с нашим. Повозить американцы или немцы по русским дорогам в течение полугода на нашей машине. У них детей не будет? Никогда. А для наших нормально массаж. Нашему курологу ходить не надо, только после этого. Потом, например, мне в Чикаго говорят, вы завтра не улетите, будет буря. Буря снежная. Я вышел на улицу в 6 утра, идет снег. Я говорю, а буря? Они говорят, вот буря. Я говорю, где буря? У нас детям шарфы надевают в такую погоду, между прочим. У них парализовано движение, если идет снег. В Германии 2 сантиметра снега намело, остановилось движение. Ждали трактор, который должен был проложить колью. Завезли сосиски на угол, где вот это вот все скопились машины, пошла торговля, разговоры. Вот я говорю Ельцину, с ними справиться, это расплюнуть. Надо забросать снежками. У них будут парализованные все страны совершенно. Наш мужик по-другому. Они в банях, действительно, 90-100 градусов им достаточно. Они потеют. Причем там, знаете, что в бане, в немецкой. Я прошу, чтобы вы мне сейчас поверили, потому что это не придуманность. Даже неудобно говорить, но в городской бане мужчины и женщины находятся вместе безо всего. Чувствуете, да, реакция ваша? Да, безо всего в городской бане. Вы эту вялость организму представляете, немецкий? Русского мужика туда пускать нельзя вообще. Он в Норильске в ватнике рожает, а тут детей делает. А это, значит, знаете, я вот когда пошел, я когда это увидел, я вспотел сразу, без всякой сауны. Я же не ожидал, мы со Жванецким пришли. И нас никто не предупредил. Знаете, и такой ужас, а шаек нет. Прикрыться практически нечем. Только друг к другу. И мы друг к другу прижались, два Винни-Пуха. И на верхнюю полку сидим, скучаем с ним. А перед нами немка вдруг, хоп, и разлеглась. Наглая! Раскинулась немка широко. Вот тут вот. И знаете, я, я прям потом пошел весь. И главное, не знаешь, что делать. Вроде и смотреть неудобно, и хочется. Это вы признаете. И мы с Жванецким так вроде разговаривал, а у самих глаз косит все время. Сюда, наконец, Жванецкий не выдержал. Встал, вышел и сказал мне, бит потеющей женщины меня не возбуждает. И гордо покинул сауну после этого. Причем интересно, что когда мы вышли из сауны с немцем, который нас водил в эту баню, знаете, что он нам сказал? Пойдете ли вы сегодня на стриптиз? Спросил я. Я вот так же ответил ему. После чего спросил, скажи, зачем я пойду на стриптиз, если стриптиз 45 марок, а баня 5? На что он мне ответил, а я об этом не думал. А это мы их еще нам в пример ставим. Вот, мол, как жить надо. Не годится это все для русского человека. Не говоря о том, как они в банях. Ведь есть вообще не могут. Как они умрут тогда ночью, если вот они все то, что я говорил, съедят вот это все, и запьют сверху, все, положат, утром у них диафрагма поднимется, и мозг через уши выльется на подушку. Это у нашего, хочешь утром поесть, хочешь вечером, хочешь в 2 часа ночи холодильник открыл, полил, что было, сметанкой, и отправил это все. Я понимаю, почему вы смеетесь, потому что сейчас вы вернетесь домой. И вот это все проделаете, что нельзя немцам делать. Ну, и, наконец, как немцы пьют. Одну фразу приведу вам, про вычитанную мною в хронике дня, в немецкой газете. У меня была истерика, думаю, что она и у вас будет. Двое немецких солдат взяли в утылку бренди, зашли в номер своей гостиницы, и учинили пьяный дебош на 2 дня. Теперь, представляете их в нашей бане после этого? Они когда зашли, они первое, что спросили, а есть ли халаты? А главный нефтяник забыл про это дело, и он шестерке своему говорит, слышь, халаты забыли, он говорит, сбегай, там поликлиника есть рядом, возьми пару халатов. Вы этих двух придурков, представляете, в белых медицинских халатах с кровоподтеками и в фурцелине сидят, едят в медицинских чепчиках, вот в этих, наворачивают салат оливье из тазика, вот это, да? Им говорят, что пить будете? Они говорят, виски с содовой, можно? Наш говорит, какая с содовой? У меня нет содовой, хочешь я тебе соды просто попрошу, принесать еще? Тут говорит, нет, соды нет, нет, соды нет. Он говорит, тогда выпей, как мы, нефтяник ему говорит. Зачем? Говорит, нефтяником будешь. Меня это насторожило, я вам должен сказать. И я задал один вопрос, что вы хотите им предложить? Он мне говорит, да есть у нас такой напиток у полярников, шило называется. Шило. Я пил шило, я много путешествовал, я был на северном морском пути и ходил на атомоходах. Впервые я выпил шило на атомоходе Ленин. Шило, это спирт с перцем. Это согрева. Это очень хорошо, когда веник с крапивой, спирт с перцем очень согревает в этот момент. И когда я впервые принял стакан шило на атомоходе, я понял, правильное название. Меня как шило вместе с табуреткой к полу пригвоздило. Часа на три. Вы разницу на вкус представляете между виски с содовой и спиртом с перцем. Это я упал с табуреткой. Я опытный человек, у меня юность студенческая в Москве прошла, между прочим. А представьте себе стакан шила ванзила немецкой немощи, желая стать нефтяником. Я не знаю, стал он нефтяником или нет, но он в тот же момент, как в него эта порция зашла, он превратился в восковую фигуру музея Мадам Тюссо. Вот так вот. Он так и застыл, на чем сидел. Его в этой порции до утра глаза как пуговицы от кольцов. Столько же мыслей в них. Он закрыт. Он так и спал с открытыми пуговицами. Его в этом виде, с табуреткой, отнесли в гостиницу, чтобы не испортить позу. Только надели галстук на него, чтобы не потерять. Он утром проснулся, в 7 утра, он, знаете, он чувствует, что он нефтяник, но он не понимает, где он нефтяник. Причем он смотрит на себя, он вообще ничего понять не может. Медицинский халат на нем с кровоподтеками, фурацелин, галстук на колом теле. И наши стоят. Все как стеклышко, в 7 утра. Все в костюмчиках. По 10 шил у них уже сидит. Все со стаканами говорят, на, милый, полечись. Душа русская. Врачеватели большие такие. На, милый, полечись. Он говорит, что это такое? Выпей, нефтяником будешь. Он говорит, что, что? Я их спрашиваю, что это такое? Он говорит, да, это у нас на Битвове есть. Буравчик. 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 Я думаю, что когда Буравчик приняла немецкая немощь, я думаю, что он не просто почувствовал, что он стал нефтяником, я думаю, что он почувствовал, как из него пошла нефть. Я одному человеку из города Ханты-Мансийска помогал купить галстуки в Нью-Йорке. И повел его в очень дорогой магазин Версачи. Версачи – это модельер, как Слава Зайцев, у нас известный во всем мире. Но галстуки 100 или 200 долларов стоят. А это кореш такой из Ханты-Мансийска, совершенно евдокимовский герой. И я думаю, сейчас приведу его, он меня спросит, а почем галстуки? Я скажу, 200 долларов. Он мне скажет, ты что, дурак? А я его привожу, я же не знал еще, что такое наши. И я его привожу, говорю, вот галстуки. Он говорит, почем? Он говорит, 200 долларов. Он говорит, нормально. Я говорю, ты что, дурак? Я говорю, пойди купить за 5 долларов такие же, корейские, за углом. Точно? Не, он говорит, какие корейские, я кореша покупаю. Кореша покупать. Знаете, в Ханты-Мансийске такая жизнь, что вот если кореша в галошах без версачи рыбу уудет, то рыба не уудится без ртыша. Далее происходит следующее. Да, предварительно надо объяснить вот что, что если две покупки в этом магазине произойдут за день, это будет удачный день для магазина. Это же очень дорогой магазин, причем если американец купит три галстука, он скидку потребует, еще будет выплачивать в течение трех недель. Потом ему упакуют в мешочек фирменный, а он расплатится кредитной карточкой, наличных, как я вам сказал, там нет, все в России, уже давно эти наличные, и уйдет. Зачем я это рассказал, чтобы было понятно следующее. Мы идем вдоль галстука, в стеллаже с галстуками метров 25, как брусья, такие спортивные, висят галстуки, за нами идет продавщица, я на уровне шоппинга переводчиком работаю, и он ей говорит, продавщица, а продавщица этот день на всю жизнь запомнила, потому что у нее из города Ханты-Мансийска раньше никого не было, из корешей. Он ей говорит, вот эти два галстука, вот эти вот так, и последние 4 метра. 47 галстука, по 200 долларов, считать умеете, да? Она не реагирует, по вполне определенной причине, сейчас будет понятно, по какой, когда я скажу, какой она мне задала вопрос. Он мне говорит, все, когда он 47 корешей, у него 47 галстук, он мне говорит, все, я ей говорю, все, она так повесила галстук, который он отобрал себе на руку. Она так стоит, говорит, все, все. Вот вопрос, который сразу показывает психологию американцев. Она спросит, что из этого господин будет брать? Ей на ее американский умишка прийти не может, ничего подобного. Я как послушный переводчик, ему говорю, продавщица спрашивает, что ты будешь брать из этого? Он говорит, ну, я что, дура, я все брать не буду. Опуская вводные слова, я ей говорю, мол, все брать будет? Вот! Вот тут интересная реакция. Ощущение, что вы присутствовали при этом. Значит, надо описать ее глаза в этот момент. Вы видели когда-нибудь глаза глубоководного краба в Тихоокеанском? У него такие, знаете, фасеточные глаза со стереоскопическим эффектом, таким, они у нее чуть-чуть выдвигаются. И у нее, когда он сказал, что он все брать будет, у нее сантиметра на два так шлеп эти глаза. Она говорит, все? Я говорю, все. Она помолчала, потом спрашивает, а как господин будет расплачиваться? Ну, она так, ну, пережила этот момент, что он все купит. и, в общем, задала профессиональный вопрос, как будет расплачиваться, потому что не каждый кредитный карточек можно расплатить за такую сумму. Я, как послушный переводчик, ему говорю, как ты будешь расплачиваться? Он вообще не понимает вопросов. Он говорит, в каком смысле, как? Знаете, для него два способа есть, натурой и деньгами. Он другого не понимает. Я говорю, как я как буду? Он опешил от такого поворота событий. Я говорю, ну, как, как, как? Карточка? Он говорит, у меня нет фотокарточки никакой. Деньгами! Он сообразил вдруг, что он натурой не будет. Он говорит, да, деньгами я буду расплачиваться. Я и перевожу. Кэш, деньгами, наличными, в переводе означает. Вот тут краб дает максимальную амплитуду. И она меня спрашивает, а откуда этот господин? Вот. У нее же не было до этого корешей из Ханты-Мансийского. Он же говорил, какое для меня счастье было ответить ей, этот господин из города Ханты-Мансийск-Сити. В этот момент ее глаза прижались к его рукам, потому что наш кореш из города Ханты-Мансийск-Сити вытащил из кармана, достал вот такую пачку сто долларовых купюр. Я вас очень прошу, прочувствуйте следующую часть фразы, и вас охватит чувство гордости за наш народ. Перетянуты резиночкой. американцы за годы своего существования не думали так унизительно о своих деньгах. Они не думали, что их их, фу, доллары можно носить в резиночках от бигуди. Когда она увидела, что он послюнявил палец со скоростью счетной машинки, стал переслюнявливать вот эти доллары, она захотела уехать в Ханты-Мансийск в этот момент. Этот город стал городом ее мечты. Она успела упаковать только два галстука в эту длинную кишку фирменную. Он говорит, что это дура делает? Он уже все посчитал. Я говорю, она упаковывает фирменный пакет Versace. Он говорит, что, с ума сошла? Пускай мне кинет сюда в мешок. Это все. Она никогда не видела галстука в Versace за 200 долларов, как лапша в полиэтиленовом пакете. Она говорит, знаешь, что? Господин, он говорит, оставьте негру, который полы моет. Сказала, негр, он побелел. Он стал белым. Исполнилась его вековая мечта в этот момент. Потому что такого американец себе не позволит никогда. Он еще, сгибаясь в три погибели, нес за нами, этот негр, лапшу Versace корешам Кантемансильским. Мне так нравится, как наши гуляют во всем мире сейчас. Как эти станут и завидуют нам. Еще одному корешу, своему бывшему из Майсковского авиационного института, я помогал купить шубу для его жены. Вообще, он учил, он работал в Московском авиационном институте и зарплата у него была 120 долларов. И он мне как-то говорил лет 10 назад, что он мечтает к концу жизни 160 получать, а еще мечтал увеличить жилплощадь на 16 квадратных сантиметров. Значит, прошло три года, я не знаю, 10-8 лет. Откуда что берется у наших? Я не... В шубу в жене в Чикаго. Ну, я позвал продавца и, думая, что наших удивляют цены, попросил продавца принести шубу подороже. Тот принес шубу за 30 тысяч долларов. Вообще, для русского человека это должно быть за то, по ту сторону Асепциз, вообще 30 тысяч долларов. Не, совершенно ничего. У нас даже не обратил внимание на цену. Он что-то начал кусать, лизать, трясти, потрясет, послушает, потрясет, послушает. На аэродинамической трубе работал человек. Тут что-то такое... Я говорю, что делаешь? Он говорит, нет. Мздра звенит. Я говорю, что извини? Он мздра. Не слышишь? Я говорю, да, мздра. Мздра совершенно не мздристое, ты знаешь, не мздристое взра. Он говорит, так вот, передай продавцу, чтобы он мне фуфло не совал. Слово фуфло непереводимо ни на один язык мира. Но продавец по моей реакции понял, что принес фуфло, между прочим. У нас даже милиция хорошо соображает, я вам должен сказать. Везли свиней в Петербург. В товарном вагоне есть так называемая транспортная милиция. Она отвечает за все, что делается в товарном составе, что везется, куда везется. За все она отвечает. Естественно, напилась ночью. И естественно, свиней украли, как вы понимаете. Но милиция поняла, что ей отвечать дорого и сообразила оделаться бутылкой. Нашла за бутылку свидетеля. Гениально. Который подписал бумагу, что он видел. Тихо, 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 тихо. Готовы, да? Готовы? Что он видел, как свиньи сами спрыгивали со ста. Ну, свиньи тоже самородки российские такие. Были, знаете, так из окошка копытца. Выставили так, замок спили, дверцу раскрыли. Но так как транспортная милиция отвечает не только за груз в товарном поезде, но еще и за само полотно и за полтора метра от дороги по обе стороны, то за вторую бутылку второй свидетель подписал бумагу, что он видел. Готовы? Готовы? Как свиньи прыгали дальше, чем на полтора метра. То есть не слабая толчковая копытца была у свиньев, у свинюшек наших. И дело действительно передали наземной милиции. Наземная милиция тоже соображает нормально, по-нашенски. Она поняла, что на нее хотят повесить так называемый висяк. И нашла своего свидетеля, который подписал бумагу. Я не могу без смеха рассказывать это. Он подписал бумагу. Свидетель, что он видел. Готовы? Как свиньи прыгали прямо в Финский залив. То есть они еще и разбегались по товарному составу. Я не знаю, там написал он, что они гребли в сторону Финляндии, там, кролем, не знаю, каким там они стилем плыли. Но бумага есть бумага. А тут две бумаги. Ничего нельзя сделать. Надо дальше проводить расследование. И что вы думаете? Совершенно серьезно послали запрос в Финляндию. Не появлялись ли у вас русские свиньи? Финны не мне вам рассказывать, какие отморозки бывают местами. Обшастали, проверили все берега. Следов свиней не нашли. и написали ответ по-видимому русские свиньи утонули по дороге в Финляндию. Однажды ко мне подошел богатый человек, ну видно сразу цепь, пупок и все признаки из казанской братвы он был. Он говорит дзядзямиш пьяный совершенно, дзядзямиш слышь ты у нас авторитет, понял? А он, во-первых, я сразу как-то расстроился, потому что он вслух говорит, что я у них авторитет, у меня же неприятности могут быть в конце концов, если кто-то слышал. Я говорю, ты что хочешь? А он с этими вот, вот этими вот, да, то есть, как они не цепляются, когда ходят друг за друга. Я говорю, что ты хочешь? Он говорит, давай выпьем. Я говорю, подожди, давай завтра. Думаю, на завтра он протрезит, забудет обо всем. И он мне говорит фразу, которую я сразу записал. Гоголь бы позавидовал такой фразе. Сколько ж талантливых людей у нас болтается без присмотра. Он мне говорит, дядя Миштычок, ахот завтра, давай сегодня, ты посмотри на меня, где я, а где завтра. Я сел, с ним выпил по-честному. Мы пока решились, потому что действительно неизвестно, доживет он до завтра или нет. Я тогда подумал, жизнь бизнесмена, конечно, красивая, но как-то очень короткая получается. Мы выпили. Он мне наговорил столько интересного. Я только успевал за ним записывать. Там, например, близился Новый год, это было перед Новым годом. Он говорит, дядя Мишток, дай тост. Я говорю, бери. Он встал и говорит, Новый год, это не новый срок. Понял? Подошел еще какой-то представитель другой братвы, архангельской, по-моему, не кремлевской братвы, нет. И он мне говорит, дядя Миша. Вот наши люди еще, они очень, они любвеобильны, если можно так выразиться. Их переполняют чувства. Только от переполненности чувствами человек может такое сказать, дядя Миша, потанцуй с моей девушкой. Я ему говорю, зачем я должен танцевать с моей девушкой? Потрясающий ответ. Он говорит, ну, ради меня. И в конце я получил подарок. Он мне преподнес, там играет арфистка на арфе, такая миловидная, это признак всегда первоклассного ресторана. И он пошел к ней, и вот сейчас вы так напрягите воображение. Он от Казанской братвы, писателю Задорнову, заказал сыграть на арфе Мурку. Бизнесмен из Риги врезался в лося на Беларуси и убил лося. А там нет автосервиса мерседесовского. Приехали лесорубы помогать. Говорят, мы вам починим весь Мерседес. Зато весь передок погнут у Мерседеса. Он говорит, как вы почините? Не волнуйтесь, мы все умеем делать. Он говорит, что вам дать за это? Сколько денег? Хотя, говорит, ничего не надо, дайте лося, мы давно не ели. Он отдал лося. Халява практически. Ему вернули через неделю новенький Мерседес. Он смотрит, чувствует что-то не то, а что понять не может. И прямо, вот как точно режиссер Господь, в него въезжает Финн через две недели в Риге, прямо вот в то же самое место. Они оба выходят с Финном из своих машин и превращаются в восковые фигуры из музея Мадам Тюссу. Особенно страшно становится Фину вести дело с такими людьми. Сейчас поймете, что я имею в виду. У Фина волосы шевелятся на всех местах. Ну и у меня бы зашевелились вообще-то. Готовы, да? Готовы? Оказывается, лесорубы ему все новые части сделали из дерева. Но теперь поставьте себя на место Финна. Говорят, он навсегда уехал с постсоветского пространства, потому что иметь бизнес с людьми, которые гонят Мерседесы из дерева, вообще бесперспективно, мягко говоря. Пришел человек с испитым лицом в Талинграде. Говорит, я вам расскажу одну историю, потому что я чуть не спился. Теща уехала в отпуск, вот это только у нас возможно. Уехала в отпуск Теща, а он, пока ее не было, решил построить к своему огородику оградку. Измерил рулеткой огородик 12 метров и заказал 3 секции по 4 метра. Следите, да? Арифметика несложная. 3 на 4 будет 12. Ему сделали 3 секции по 4 метра, он привез, поставил на полтора метра длиннее. Он измерил огород 12 метров поставил длиннее. Измерил каждую секцию. 4 метра, поставил длиннее. Пересчитал секции внимательно. Раз, два, три. Поставил длиннее. Умножил 3 на 4 столбиком. 12 метров. 12 метров. 12 метров. Перед тем, как уехать в водку. Скрасила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 сантиметров и склеила. Русские люди, особенно мужики, попадают в тюрьмы, в реанимации из-за одной причины. Энергия без вектора. Человек написал мне письмо, за что он попал в тюрьму. Он спокойно... Они с корешами напились на танцплощадке в каком-то провинциальном городе. Было весело, пишет. Это из тюрьмы письмо. Но пишет. Вот. Чтобы было еще веселее. Вот. Вот. Нашему мало все. Еще дай. Приготовьтесь. Чтобы было еще веселее. Готово? Я пошел домой за ружьем. Только нас может. Так. Вот. Пришел, навел на корешей. Пошутил. У тех юмора не хватило, они побежали. Действительно, без юмора ребята оказались. Дальше просто это... Это верх. Изящной литературы, я бы сказал. Чтобы они вернулись... Тихо, 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 до конца, прошу вас. Чтобы они вернулись... Я стал стрелять им вдогонку. Знакомый бизнесмен поспорил с немцем. Говорит, так надоело это скупердяйство немецкое. Они трясутся над своими мерседесами. А я ему говорю, хочешь я свой мерседес отверткой продырявлю? Вот, трехсотый. Хочешь? Тот говорит, этого я не верю. Не может быть. Он говорит, правильно, ты можешь свой продырять? Нет, это мерседес. Это лучшая компания в мире. Он говорит, а я свой могу. Спорит? Спорит. На сколько? На тысячу долларов? Давай. Немец согласился. Зря. Наш залез на какой-то стул и отвертый. Бух, бух, бух по мерседесу. Немец в горе выложил тысячу долларов. Наш поехал в автосервис и сделал люк за 300 долларов в этом месте. Я в Альпах катался на лыжах в позапрошлом году. А в это же время в Вене отдыхала сборная нефтяников Сибири. Ребята квасили месяца два. За день до отъезда вдруг узнали, что неподалеку есть Альпы. Откуда у вас силы смеяться, а? Может, я пустя? Говорят, что там делают? Ему говорят, катаются на лыжах. О, нормально. У нас есть еще один день, мы должны научиться кататься на лыжах. Наняли автобус, ехать далеко. В 6 утра выехали. В 7 утра квасить начали. В 9 проснулись. Альпы вокруг. За красоту природы. Потому что разминка ж нужна. Сейчас же учиться ж будут. Говорят немцу гиду, веди нас в магазин покупать омудирование. Немка, продавщица, закрыла бутик через 10 минут. А потому что энергии наши не выдерживает это. Они первым делом спросили у продавщицы, скажите, вот это на плакатах на стенах, кто нарисован у нас? Она говорит, это чемпионы мира по слалому. Они говорят, нам все то же самое, что на них. Быстро сюда. Она говорит, а вы умеете кататься? Нет, ну у нас еще полдня. Давай, быстро. И наши с нашей энергетикой начали примеряться. Начали производить примерку. Вот. Знаете, бегать друг к другу в раздевалку. В трусах, носках. В шапочках одновременно. С лыжными палками. Трусы волочатся. Ой, эти носки волочатся. Носки, носки волочатся. Знаете, в квасе лежит. Вонища! У немки глаза слезятся. Но она готова терпеть все, лишь бы бабки заплатили за все. Наконец-то она дала им ботинки. Лыжный говорит, вам, поскольку вы первый раз, лучше в руках нести ногу. Она же говорит, нет, мы поедем. Да нет. Вы видели когда-нибудь падающие кегли? Идет немец и подбирает их. Вот так вот. А они еще спрашивают, ты нас на крутую гору ведешь? Он говорит, на крутую, на крутую. Ах, хорошо, мы крутые. Ну, хватило ума у гида повезти их все-таки на пологий спуск. Все равно, подъемник ломался 13 раз. А наши ведь не могут сидеть 3 минуты спокойно. Это бесполезно. Шило во всех местах. Это же... Они начинают цеплять друг друга. Это половина зрителей видели эту картинку. Спихивать палкой. Знаете, вот это. Пока тот не упадет. Это естественно. Иначе результата нет. А немцы сразу подъемник останавливают. ЧП, человек упал. А тут еще второй говорит, ты некрасиво упал, ты знаешь? Вот как надо. Бум, и второй лежит. И подъемник останавливается. Конечно, немцы для немцев ЧП. Они для наших не ЧП. Наши знают, что догонят. Зубами потянутся. И наших привезли на гору. С криками, гей, хлопцы. Даже не думая поворачивать. Хорошо там сети поставлены, поскольку дети тренируются. Вы видели, как осетро вытягивают? Через 15 минут едет австрийец и складывает наших штабелями в прицеп к снегоходу. А наши довольные, говорят, никогда так не веселились. Вы знаете, ну просто, мы научились кататься на лыжах практически. Вези нас в сауну. На мою беду я был в сауне в это время. А у немцев каскады саун есть в хороших гостиницах. Например, ароматическая сауна, влажная, сухая. Я был в ароматической, поскольку у нас это редкость такая сауна. Что это такое? На сковородке кориандр, корица, сверху бочка такая, на компьютере. Через каждые, наверное, 10 минут бочка поворачивается и поливает сковородку с кориандром. И в воздухе кориандр. Был. Пока наши не пришли. Даже воспоминаний не осталось о кориандре. Они только сказали, здравствуйте мне. Все. Это даже не перегар. Это угарный газ пошел. Наши сразу сказали, что-то бочка медленно крутится. Вот я ничего смешного вам не рассказываю. Я только рассказываю то, что вы видели собственными глазами много раз. Через два часа в остывшей сауне, ой энергетика, сидят наши и потеют, и потеют. Им кое-как объяснили, что она сломалась сауна. Они на мою беду и на беду немцев, которые были в бассейне, пришли в бассейн. Прежде всего надо рассказать, что такое немцы на берегу бассейна. Немцы, полу расскажу, полу покажу. Немцы на берегу бассейна релаксируют. Музыка для верхней чакры. Не как у нас цунца-бумба, бумба-цунца, бумба-цунца, цунба-бумба, бумба-бумба. Нет, у них для верхней чакры. Они занимают позу лежанка под их остеохондроз индивидуальный. А чочки узенькие такие, модные, читают. Вот, тишина. Была. Пока наш не начал свою бабу ловить в бассейне. Боже. Брызги даже на чочках, вот на этих узеньках. А виск стоял такой, как будто всем селом забивали поросенка. Знаете, вот для вас скажу, кто там засмеялся. Только наши могут в бассейне начать играть в прятки. Бедный немец, он смотрит на нас. Большинство разбежалось, один немец остался. Он потом сбежал. После того, как пришел русский ребенок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он, этот ребенок такой, сынуля зажиточного. Он такой, гитарообразной формы такой. Он стал играть в игру. Встал между немцем и бассейном. То, что я вам сейчас покажу, пожалуйста, на ночь не вспоминайте. Вам можно, нормально. Ребенок стал делать так. Между немцем и бассейном. Стоя, глядя на бассейн, стал говорить. Моге волнуется, гад. Моге волнуется, два. Моге волнуется, три. Первая фигура. Замре! У немца Паркинсон на очках начался. Он сбежал и слава богу, потому что мальчик так булькнул в бассейн. Это такой ядреный бульк был. Чуть стекла в окнах не повышевала. Но главное, он сделал то, о чем даже неудобно рассказывать. Извините, но он, буду говорить все своими словами, обозначать буду своими словами. Он, да. Именно. Именно вот так он и поступил. И хорошо, вы меня выручили. Мне не пришлось говорить, что он помочился. Значит. Но. Не надо этого. Вот дети, если вы есть в зале, я вас предупреждаю. За границей этого делать не надо. Хотя, я не прав. Вообще-то и у нас не надо этого делать. Я ошибся, да. У нас даже в Ялте написали перед входом в бассейн. И в трусы не мочиться. Значит. Я не могу. То есть, а без трусов, пожалуйста. Вот это ради бога. Но там добавляется в бассейн специальная жидкость. И если вы вот такое делаете, вот это вот все, это проявляется там. Мальчик стал похож на скунса, выпустившего струю. Ну, он, в общем, как-то не удивился, потому что он, собственно, для этого и пришел в бассейн. Он даже, ему интересно стало, он играть стал с этим совсем. Пытаться развеять, чтобы другим попало это все в бассейн. Прибежал немец, дежурный администратор, и стал нашему папане рассказывать, что не должен делать его сынуля. Но наши, они ведь многие ни на одном языке даже двух слов связать не могут. И одному нашему в Италии раз двадцать повторил, что сколько стоит по-итальянски кванта-коста. Я ему говорил, кванта-коста, кванта-коста. Он пришел в магазин, сказал, коза-ностра. Полицию вызвали. Думали, он представился. Наши максимально... Наши, знаете, на какую уступку обычно идут? На Западе разговаривают с иностранцами. Они говорят... Они начинают говорить с ними по-русски медленно, но громко. Вот вкрикивают слова. Стоит наша туристка из Одессы. И официантки немки говорят за завтраком... Мне! Мне! Мне-мне-мне! У той глаза кенгуру, которому асфальтирующий каток наехал на задние ноги. А наша поворачивается ко мне и говорит... А вы правы, они тупые. Вы знаете? И говорит ей... СО-СИ-СКО! Ты не понимаешь? СО-СИ-СКО! А наши еще, когда не могут кричать, они показывать начинают. Сосиска, смотри. Вот так вот, смотри. А вот так вилка. Вот это сосиска. Кое-как немцу удалось показать папане, что не должен делать сынуля. Я горжусь нашими. Что сделал папаня? Вот такого этот администратор немец. Никогда не видел. Наш папаня вынул 100 долларов и дал немцу. Все. Из плавок. Только наши из мокрых плавок мокрые доллары вынимают. А что сделал немец? Разрешил. Он в жизни думал, что можно раззарабатывать 100 долларов. Можно заработать таким способом. И на следующий день даже уговаривал мальчика снова это сделать. И поил бесплатно фанты. А вечером я нашими гордился. Наши поили немцев в баре. И весь отель немецкий сбежался пить на халяву. Наши все-таки ребята очень щедрые. И они рассказывали немцам языком полужестов, полуглавных слов, что их мороз это ерунда по сравнению с морозом в Тобольске. Потому что в Тобольске они пытались дальше жестами изобразить, когда плюнешь, ледышка падает. Вы можете это изобразить жестами, нет? Они делали вдвоем это. Пантомима детского сада. Они делали бра-ра-ра вдвоём. Синхронное плавание. Бра-ра-ра. Пу-пу. Бздынь-бздынь. А вот когда немцы попадают к нам, если они не знают русского языка, всё нормально. Если они знают, им конец. Приехал немец доучить русский язык в Подмосковье. Доучить. А он хорошо учился по-русскому. У него в первый день был шок. Знаете, как в сельском магазине вешают такие таблички на двери стеклянные? С одной стороны написано открыто, с другой закрыто. Вот он зайти зашел, а выйти не может. Слушайте, вы устанете когда-нибудь или нет, скажите честно? Это же невозможно. А когда он пришел на рынок, этот бедный немец, и говорит, бабуся, у тебя что это за овощи? Она говорит, это белые помидоры. Он говорит, белые? А почему они желтые? Она говорит, да потому что они еще зеленые. Вот как это можно понять, ежели не гипоталамуса? Но когда он шел по большаку, я боюсь вам это рассказывать. Он шел по большаку, хорошо, вы вернулись, я ждал этой истории. Он шел по большаку и видел, как бабуся выгоняет гусей со двора. Так, приготовьтесь, да, как меня пародирует, мол, наберите воздух в грудь. Пародия, пародия, а наберите. Он увидел, как бабуся выгоняла гусей и кричала им, пошли вон собаки. Он думал, что он неправильно выучил язык, вы знаете. Он вынул словарь. Сверять начал. Вроде гуси. Он подошел к ней и спрашивает, бабусь, это у тебя гуси? Она говорит, а ты, милый, совсем придурок. Он говорит, а почему ты их называешь собаками? Готовы? Готовы? Она говорит, потому что они свиньи весь огород истоптали. Я лечу с Новом Русским в Америку, а перед Америкой надо заполнять анкеты. В анкетах есть графа секс. Это пол. Это пол, чтобы вы знали. Че вы, пол, говорю. На наш попьяний че думал? Он и написал в анкете. Один раз в неделю. Ему и спюардесса говорит, мужчина или женщина. Он говорит, а не знаю мне разница. Спальный вагон поезда. На Украину еду. Спальный вагон. Два часа ночи. Знаете, что люди делают в это время? Спят. Два часа ночи. Спальный вагон. В Днепропетровск идет поезд. Открывается дверь. Появляется украинка такая. Золотозубы. Сначала зубы появляются. Так, сосредоточки. Вы спите сейчас. Вот, сфантазируем. Вы спите. Два часа, да? Хрусталь! Ой, энергия, да? Кому нужен хрусталь? Мне и днем хрусталь не нужен. А в два часа ночи я могу убить этим хрусталем. С другого конца поезда выбегает проводница. Кричит. Че орешься, сейчас? Хрусталь. С другого конца орет. Кто спит? Проводница открывает первую дверь. Купе кричит. Вон люди спят. Вон, иди сюда, смотри. Смотри. Там могила полная такая. Она от человека за ноги. Иди сюда, слышь, испиши меня, скажи этой дуре. Оттуда как из могилы. Хоп! Человек такой. И это перед ним. Хрусталь! Старушка с такой энергией собирала, воровала цветы на кладбище, что не заметила свежевырытой могилы. И свалилась туда. А вылезти не может. А у нее было поесть с собой. Я боюсь вам рассказывать дальше. Она сидит, налила молочко, стаканчик, сидит на дне могил. А идут двое. А там спокойно. Она же добрая, слышит голоса. Ты бы выпил? Она говорит, выпил бы. Но знаешь, не из чего. Она говорит, да на, милый стаканчик.